Украина своих не бросает. Это один из главных девизов не только на поле боя, но и в тылу. Для поддержки переселенцев, вынужденных бежать от войны, начатой России, в Украине создан ряд проектов. Далее расскажу о них подробнее. Прежде всего, те украинцы, которые бесплатно предоставляют временное жилье внутренне перемещенным лицам, получают компенсации по программе Прыхосток. В теплое время года государство выплачивает им за размещение одного человека по 450 гривен в месяц, это чуть больше 11 долларов, но во время отопительного сезона по 900 гривен, то есть по 23 доллара. Выплаты за размещение переселенцев получили около 200 тысяч собственников жилья. Также на особом контроле координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц остается вопрос выплат им. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание. Она составляет 3000 гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2000 гривен для остальных внутренне перемещенных лиц. Только в июле они в общей сложности получили более 6,3 миллиарда гривен. Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Также в Украине запускают бесплатную образовательную программу Ukraine Rebuilding Task Force для переселенцев, предпринимателей, а также сотрудников компаний, которые будут приобщаться к международным проектам по послевоенному восстановлению. Программа доступна на портале Diabusiness. Обучение будет проходить в онлайн формате с сентября 2023 года по июнь 2024. Малый и средний бизнес будут учить строить сотрудничество с международными компаниями, а также искать партнеров и финансирование за границей. Программа доступна для представителей таких секторов, как архитектура и градопланирование, инжиниринг, консалтинг и строительная отрасль. Также могут принять участие переселенцы и женщины, которые работают или работали в соответствующих сферах. Из сообщений Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Для украинцев, имеющих собственный бизнес, либо только планирующих заняться, им также открыт ряд грантовых программ. Большинство из них общие, то есть претендовать на программы имеют право все желающие, в частности, внутреперемещенные лица. Они могут получить до 250 тысяч гривен, на собственное дело, это больше 6,5 тысяч долларов. Средства выдаются на приобретение оборудования, либо же лизинг, закупку сырья и арендную плату. В случае их получения необходимо обязательно создать, по крайней мере, одно рабочее место и работать не менее трех лет после выделения гранта. Есть также отдельная программа «Собственное дело» для ветеранов, членовых семей и людей, получивших инвалидность в результате войны, развязанной со стороны Российской Федерации. В апреле правительство расширило программу, чтобы оказывать финансовую поддержку ветеранам и членам их семей в развитии предпринимательства. Они могут получить от государства грант от 250 тысяч до 1 миллиона гривен на начало или расширение собственного бизнеса. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались уже 54 наших защитника, а также члены их семей на общую сумму 21 миллион гривен. 17 из них уже получили средства на свои счета и имеют возможность реализовывать бизнес-проекты. Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины. Тем перемещенным лицам, которые хотят найти работу, государство помогает с трудоустройством и обучением. Служба занятости организовывает обучение рабочим профессиям по заказу работодателя либо согласно пожеланиям людей, планирующих начать собственное дело. Также есть возможность получить ваучеры, с помощью которых полностью либо же частично оплачивается получение специальности в учебных заведениях. Их предоставляет по утвержденному Министерству экономики перечню профессий. Поддержку от государства получают все, как те, кто имеет образование, хочет начать собственное дело, так и те, кто к этому только стремится. Главной ценностью для Украины являются ее люди. Именно они помогают экономике выставить в необычайно сложное для страны время.